Путин выступил по Украине. Все идет по плану, задачи будут решены. Цели оккупировать? Нет, виноват Запад, подталкивающий Киев к кровопролитию. Миф о золотом миллиарде рушится, но право собственности надо уважать. Возможен рост безработицы и инфляции, но нельзя регулировать цены и печатать деньги. Надежда на частный бизнес. Власть не осуждает любителей фуагра, но страна очистится от национал-предателей пятой колонны. В тот же день возбуждены первые уголовные дела за фейки против армии. Под следствием инстаблогер Белоцерковская, а на заграницей два жителя Томской области. Турчак назвал национал-предателем экс-вице-премьера Дворковича и призвал с позором уволить его из Сколково. Тот выступил против боевых действий в интервью американскому изданию. Песков приветствует самоочищение и отъезд предателей за границу. Прима Смирнова перешла из Большого в голландский балет. Миллер обратился к сотрудникам Газпрома с призывом сплотиться вокруг Путина и противостоять деструктивному влиянию. Медведев пришел в Телеграм со словами об антирусской истерии англосаксов, которые хотят загнать Россию в угол и поставить на колени. Однако сильная держава сама поставит оборзевших недругов на место. Минфин выплатил западным кредиторам 117 миллионов долларов по еврооблигациям. А новый спецкомитет американского Минфина, созданный для охоты на российских олигархов, опубликовал первый список из 28 интересующих его лиц. Зеленский выступил перед Конгрессом и Бундестагом, рассказал об атаке на драмтеатр в Мариуполе, попросил бесполетную зону и новых санкций против, цитата, террористического государства. МИД и Захарова заявили о непричастности к удару по драмтеатру, а также по консульству Албании в Харькове. Кадыров сообщил, под Мариуполем его бойцы отказались сдаться и вышли из окружения. Западные СМИ утверждают, идет наращивание группировки. Лавров сказал, Москва готова согласиться с наличием у Украины не угрожающего оружия. Байден пообещал Украине помощь в длинной и трудной битве. Уже на этой неделе будет отгружено оружие на миллиард. 800 стингеров, 9 тысяч ПТРК, 100 портативных дронов-камикадзе, гранатометы и пулеметы. Также Байден назвал Путина военным преступником. Песков считает это непростительной риторикой. Патрушев призвал Салливана оружие не поставлять и не затягивать переговоры. НАТО готовит к июню новый план милитаризации Европы. Сейчас там под ружьем 100 тысяч только американских солдат. Словакия предварительно согласилась поделиться С-300. Украину подключили к европейской энергосети. Совет Европы спустил российский триколор. ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России. Канада отключила вещание Russia Today. ВОЗ остановила сертификацию спутника. Испания арестовала третью яхту российских олигархов. Представители России Можина отстранили от должности в МВФ. Швейцария добавила в санкционный список 200 россиян и организаций. Молдавия потребовала вывода войск из Приднестровья. Совет безопасности ООН проголосует по Украине в пятницу. Крупнейший в России грузовой авиаперевозчик Волга-Днепр практически остановил полеты. Минтранс уверен, 6 российских и 29 иностранных авиакомпаний от Алжира до Узбекистана удовлетворяют потребности граждан в полетах за рубеж. Аэропорты с низким трафиком готовятся перейти в режим работы без ночных смен, что сократит расходы на персонал на треть. В ответ на сообщения о перебоях, ФАС проверяет поставщиков сахара на предмет наценок и задержек, ищет недобросовестных торговцев. Ранее некоторые заводы решили перейти на долларовые цены. Росстат посчитал, темпы роста цен на сахар, помидоры и бананы стали двузначными. Минпромторг обещает, что дефицита на рынке бытовой химии не будет. Фридман рассказал, как страдает от санкций. Его банковская карта заблокирована, а без этого нельзя заплатить за уборку или найти новый дом, чтобы уехать из Лондона. А там олигарх чувствует себя, цитата, как в плену. Его состояние сократилось с 14 до 10 миллиардов долларов, но в месяц можно тратить только 3 тысячи. Авторы санкций не понимают, как устроена власть в России, уверен совладелец Альфа-Групп. Американский Федрезерв начинает ужесточение. Ставка повышена на четверть процента. Цель – борьба с инфляцией. Впереди еще шесть новых повышений. Казахстан демонтирует суперпрезидентскую вертикаль. Такаев обратился к нации с программой радикальной реформы. Будут переписаны 30 статей Конституции и приняты 20 законов. Январские события Такаев назвал заговором силовиков. Именно силовики, по его мнению, организовали погромы и дезинформировали руководство. Теперь полномочия президента ограничат, партий расширят. Центробанк Индии обсуждает с Москвой прямой валютный обмен для расширения торговли. Минтор Китая выступил против санкций США в отношении России и будет защищать интересы своих предприятий. Китайская миссия при ЕС напомнила Столтенбергу о ракетном ударе по посольству в Белграде. Продажи китайских смартфонов в России выросли в два раза. Болсонару попросил у Москвы помощи в создании атомной подлодки, пишет местная пресса. Саудовская Аравия обсуждает с Пекином продажу нефти за юани, рассказывает Wall Street Journal. Ряд разгневан сделкой Байдена с Ираном и уходом из Афганистана. Сразу после американо-китайских переговоров в Риме ФБР заявило о раскрытии китайской шпионской сети. Обвинения предъявлены пяти предполагаемым сотрудникам Министерства госбезопасности, из которых арестованы двое. Им грозят 10 и 20 лет тюрьмы по обвинению в преследовании китайских диссидентов. Тем временем Иран отпускает на родину англичанку, задержанную за шпионаж шесть лет назад. Рынок труда за три недели сократился больше, чем на 10 процентов, до 900 тысяч вакансий, данные Headhunter.ru. За прошлый год в России стало почти на миллион пенсионеров меньше. Глава Татарстана предупредил, оставшись без комплектующих, КАМАЗ будет вынужден сократить производство на 40 процентов. В простое могут оказаться 15 тысяч человек. Форбс посчитал, в уходящих из России компаниях работают 200 тысяч. По данным Международного энергетического агентства, добыча российской нефти в апреле сократится на четверть. Поставки в Россию приостановил Ксерокс, а книгоиздатели жалуются на импортозависимость в производстве бумаги. Страна может остаться без американского ботокса и филеров. С рынка уходит Эбви, монополист на рынке пластической хирургии. В прошлом году состоятельные клиенты потратили на 2,5 миллиона инъекций ботоксом 10 миллиардов рублей. В Европу идет новая версия омикрона, штамп BA2. Рост заболеваемости в Англии 50%, вспышки в Германии, Австрии и Голландии. В США схожая динамика омикрон-2 у четверти всех заболевших. Впрочем, в уже принятом бюджете США доп. расходы на борьбу с пандемией не предусмотрены.